Девочка-пай 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 И ты отпишешься от Бузовой? Нет, надо сначала на нее подписаться, а потом отписаться, но я специально так сделаю Двести двадцать тысяч, это же почти как аудитория в деватой студии Ладно, пойдем и мы расскажем про Девиолетту Рудольфовну в ТикТоке Вот это да, подписаться срочно, где мой телефон, Максим? Это же что, она теперь реально... И все, я смотрю Добрый вечер, друзья! Всем хорошего вечера вторника, между прочим, сегодня 10 августа, на календаре вот так вот медленно, наверное, приближаемся к осени, но еще, друзья, летние дни у нас впереди самые яркие Да, Алена Милина сегодня в студии с нами Максим Кропотов тоже сегодня со мной, а это значит, что вечер будет действительно насыщенным и интересным Сегодня будем отмечать, во-первых, день блогера Так Во-вторых, мы сегодня будем приглашать интересных гостей и общаться с ними на интересную тему И, конечно же, вам, друзья, дарить не только наше теплое общение, но еще и подарки Но! Для начала, друзья, объявляется небольшая цифра 17.03 на часах, значит, снова поднята рука, снова она падает на стол и смахивает все свои рабочие документы Потому что начинается девятая студия, это много интересного, полезного, качественного, смешного И самое главное, это общение между нами с вами, уважаемые телезрители И у нас для вас, как всегда, по традиции, мы никогда про это не забываем Есть вопрос вечера Да, сегодня мы отмечаем день блогера И мы, друзья, ничего не придумали Это все на самом деле в ТикТоке появилось и уже давно, собственно говоря, существует Виолетта Рудольфовна Мы нашли ее Не так давно открыли Да, как оказалось И для вас в том числе, поэтому подписывайтесь, заходите Действительно, у нее практически 220 тысяч подписчиков в ТикТоке Наш резидент девятой студии – блогер Ура! Блогеры ли вы? Если у вас любимые блогеры, пишите, пожалуйста, нам вопрос, ответ на вопрос вечера В группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» Даже если, друзья, вы микроблогер, а это сейчас новый тренд для тех, кто не знал микроблогеры, да? Это у тех, у кого не такая большая крупная цифра, ничего страшного Самое главное, что у вас есть те, кто вам отвечают, пишут, ставят лайки и подписываются на ваши уведомления В общем, есть такая группа замечательная «Девятка ТВ Киров», там есть пост с прямой трансляцией Вот там под постом оставляйте свои ответы, и за это мы дарим вам подарки Мы без подарков вас никогда не оставляем Мы, знаете, такие Санта-Клаус и Единый Морозы круглогодично, кроме одного дня А вот он только один день работает Знаешь, у блогеров есть различные гивы, они там дарят подарки А мы, друзья, делаем это просто так, за ваши сообщения Нет, у нас тоже гив, мы разыгрываем за ваши комментарии У нас все попроще, друзья, во-первых, это вот сертификат отдохнуть вам Отправиться, порелаксировать в воде, научиться плавать А второе, друзья, в караоке-бар отправится кто-то и будет там петь Ну, если не до утра, то уж весь вечер точно Ну, смотрите, караоке-бар у нас 18+, поэтому разыгрываем его сегодня тем, кому больше 18 лет Все, хорошо На секундочку Ну, а также, друзья, можете позвонить по номеру 351404 и пообщаться с нами в прямом эфире Передать привет, кого-то поздравить, кого-то немножко поругать Признаться в любви и ответить на вопрос нашего вечера Если вы звоните и прям отвечаете на вопрос нашего вечера Прям классно, четко, качественно Мы, знаете, мы без раздумий возьмем да подарим вам подарок Мы такие, мы это можем В общем, 351404 это еще один маленький секретик Как выиграть подарок на девятую студию И вы тогда будете аудиоблогер Аудиоблогер, почему вы и нет Ну что, все вам рассказали, все вам показали Давайте начинать девятую студию Да, и начнем мы по традиции Уже с девяти глупых вопросов Сегодня мы их адресовали блогеру Он все расскажет, возможно ли, например, купить его мнение И сколько это стоит На ваших экранах ответы Всем привет, меня зовут Турбо Олег И я блогер с восьмилетним стажем Мой блог начался в 2008 году А плотно им занимаюсь уже 4 года Ну блогер это такой человек, который умеет много всего Знаешь, как в Яралаше он на всем умеет играть Ну, за кулисами в основном, да? Но этот уже человек должен быть в центре внимания Он должен уметь видеомонтаж, звукомонтаж Потом должен уметь работать на камеру, говорить правильно Я посетил очень много курсов различных Там по речи, по фото-видео съемке на телефон Личностного развития, чтобы снимать какие-то блокировки То есть блогер это такой разносторонний, развитый человек на самом деле Да не нужны Не, на самом деле блогеры это лидеры мнений в разных сферах жизни То есть там есть блогеры семейные, бизнес, еще какие-то Но мой блог это лайфстайл То есть я рассказываю о жизни в Кирове И вот, ну как бы, мой стиль отражается в просмотрах То есть людям нравится, значит они хотят это смотреть Я так считаю Блогеры это вообще, как сказать, ну некая икона с 21 века То есть дети на него смотрят, там взрослые, там подростки И многие ведь хотят быть как блогер А на самом деле это большая ответственность Это быть примером, допустим, в Москве блогеры что делают Ну что попало, да, там Недавно один блогер там попал в жесткую ДТП Ну, они чего учат, ну молодежь, это неправильно Я считаю, что блогер должен все-таки, ну что-то внести в массу Что-то хорошее А не просто, ну снимать там какие-то дурацкие видео Которые в ТикТоке там набирают обороты Бывает, да Но это в основном заграничные какие-то Ну или там, повторяю, ТикТок сейчас Это же кладезь воровства То есть чем быстрее сворал, тем популярнее стал Но на самом деле все уже давно придумано И, кстати, вот телевидением в основном Смотря на сколько И в какой теме, то есть, ну если касательно какой-нибудь печеньки Мне не сильно важно Если касательно, допустим, политики Не продам никогда Надо снять это на камеру Это плохо, что ли? Я не знаю Так-то нормальная тема Ну как бы либо уйти там, допустим, в медийную сферу Да, вот, допустим, пример, да Там из ТикТока там какого-то Выйти там в какую-то медийную сферу С хорошими звездами уже там Ну в смысле с настоящими звездами Которые знает там большинство Можно заняться более углубленным видеомонтажом Там я видел, ну такие примеры Вообще, из блога можно вырасти в любую сферу Ну, я не вижу проблем в этом никаких До поры до времени Пока у тебя, ну, немного подписчиков Ты очень, ну, как сказать, высказываешься То есть, вот на своем личном опыте Я раньше очень критично высказывался по поводу всего Но как только у меня у друга отец попал в аварию И я их снял И он говорит, ну, что-то как-то не сильно приятно Я подумал, блин, ну, можно кого-то оскорбить чем-то И я сейчас стараюсь объяснить свою позицию Не просто там захейтить, да Потому что захейтить так-то любой может А объяснить грамотно там, допустим Если мне что-то не устраивает Я объясняю это, ну и предлагаю варианты решения Ну, встать, сфоткать еду Первое, что нужно Не, на самом деле у меня нет какого-то расписания Я то, что вижу, то снимаю Я некий такой акым То есть, у меня какая-то наблюдательность есть Я моменты замечаю там Ну, и, конечно, присылают какие-то видео Люди сами В целом, как бы, вот прям контент-плана у меня нет Я этим, ну, промышлял Прямо вставал утром Придумал, что я буду снимать Но это все выглядит прямо сразу наиграно То есть, у меня живой контент Потому что я его реально не изобретаю Я снимаю все одним дублем И никогда не повторяю Ну, бывает, что там какие-то заготовленные речи Да, я там ошибешься, можно переснять Но вот все онлайн происходит Подписывайтесь на мой канал Всем пока Если вы все еще хотите быть блогером, друзья То подумайте дважды Потому что Олег действительно рассказал все по-честному Ну, а прямо сейчас мы будем читать ваши блогерские комментарии Где, Максим, они находятся? Они находятся в группе Девятка ТВ Киров Под постом с прямой трансляцией Вот вы заходите в группу Девятка ТВ Киров Это ВКонтакте, если что Там находите, значит, пост На нем прямая трансляция Кстати, если вдруг вы отрицаете существование телевизора Но все-таки хотите с нами пообщаться Вот как раз прямая трансляция Зашли через телефон, посмотрели, порадовались жизнью Получили подарки За ответ на наш сегодняшний вопрос А он звучит так Какой ваш любимый блогер? А что за подарки, спросите вы? А расскажу вам я Давай Во-первых, у нас есть подарок Вот вы когда-нибудь знали, что плавая в бассейне Можно просто нормально так расслабиться и порелаксировать А вот оказывается, можно и именно сертификат На такую интересную, замечательную, прекрасную и классную услугу Сегодня мы разыграем Ну а также, вот знаете Это вот больше, наверное, для девчонок Почему? Ну потому что Я вот знаю, девчонки очень любят караоке А ладно, да ладно Ты просто там давно не был Мужчины тоже любят попеть Когда душа поет, когда душа радуется Тут нет места полу, возрасту Нет, это несомненно Но мое мнение Потому что у меня постоянно все Я поехала в караоке Куда? В караоке Что она там поет, я не знаю Вот так вот, друзья Караоке-бар Под названием Гулов Разыгрывать сегодня тоже сертификат Вот вы написали комментарий Он победил Вы съездили и попели Вот так вот 18 плюс, кстати, друзья Поэтому если тебе 16 Пойдешь в бассейн Если тебе больше 18 Пойдешь в караоке-бар Вот так вот Мы решили, что ты будешь делать Мы решаем за тебя Итак, комментарии есть Комментарии читаем Во-первых, друзья Максим Хакимов Номер 1 Максим всегда номер 1 Соловьев Единственный политический блогер Который глаголит истину Считает так Максим Вот так Владимир Дмитрий Гай Бедняков Талантлив Умен С отличным чувством юмора Между прочим Бедняков Изначально был телеведущий И только уже потом Стал блогером Ну, кстати Я вот смотрел его И тревел-блоги И все-все-все-все Очень интересно Супер Заводить Заводить любимых блогеров Заведи его Ну-ка, давай В общем Мы же только что рассказали Виолетту Рудольфовну Найди в Тик-Токе Подпишись Радуйся жизни Все будет, как говорится Чики-пуки Как это сделала Елена Овчинникова Она пишет Разумеется Это Виолетта Рудольфовна Полезно, весело и круто Вот три составляющие За что любит Блог Виолетту Полезно, весело, круто И колготки Я вот так Я из-за этого подписан Потому что Где она взяла Эти колготки Я вообще не представляю Нина Дрямина Это не для меня Слышала сегодня День Лени Вот это мое Ниночка Поздравляю Мы с вами В одном ряду Как говорится Стоим В одной шеренге Я с вами Я тоже буду праздновать Сегодня Я вот сейчас Отведу девятую студию Алену здесь оставлю Она дальше здесь будет работать А я поеду лежать Вот, Ниночка Я вас понимаю Оксана Новикова Ирена Понарошку Она выкладывает Волосатый календарь Для стрижки волос Максим Ты слышал что-то про это? Нет Вообще Ну первый раз слышала Просто я слышала Я слежу Это когда нужно стричь И потом у тебя волосы отрастают Волосатый календарь А я слышал Что на убывающую луну Или наоборот На какую-то там луну Если ты подстрижешь волосы Они будут расти быстрее Вот это Об этом и рассказывает Ирена Я очень в это верю А еще он устраивает Добрую субботу Где собирают деньги Для больных Да, кстати Она очень круто пишет У нее прям текст классный И Сергей Иванов нам пишет Птушкин Это реально талант Красиво снятое путешествие Прекрасный музыкальный фон Интересная подача Информация о каждой стране Оптимизм И искренность В общем то Чем он занимается Это настоящее искусство Я кстати тоже смотрел Птушкина Мне очень нравится Он как блогер Он тоже кстати Начинал как и Бедняков Будьте здрасте С тревел Передачи На одном из телеканалов Поэтому да Можно попутешествовать Вообще У нас же в Кирове Тоже есть тревел блогеры Конечно Конечно Есть Но прямо сейчас Мы перейдем Знаешь ли К блогерам Так сказать Телевизионным Кулинарным Вот так я их называю Потому что мы сегодня У нас тоже такой некий блог И сейчас мы будем записывать Рецепт для того Чтобы возможно Какой-то блогер Потом повторил Выложил у себя Но сказал Что это он увидел В девятой студии Добрый вечер С вами Зонов Сергей И сегодня мы с вами на ужин Будем готовить пасту С курицей и грибами Для этого нам с вами потребуется Болгарский перец Шампиньоны Охотничьи колбаски Окорок копченовяленый Филе куриного бедра А также фетучини Сливки И соответственно соль Для начала Нашинкуем шампиньоны И болгарский перец Далее берем болгарский перец И нарезаем его соломкой Шампиньоны нам необходимо Обжарить отдельно Пока наши шампиньоны Обжариваются Мы подготовим Филе куриного бедра И охотничьи колбаски Филе куриного бедра У нас изначально Было замариновано Соль, перец, масло И потом мы его обжарили Нарезаем его Как нам хочется Как нам больше нравится Далее берем Охотничью колбаску И нарезаем ее Такими вот маленькими колечками Наши шампиньоны Обжарились К ним мы добавляем Уже нашинкованный Болгарский перец Обжаривать можно на большом огне Но постоянно помешивать Чтобы у нас это не варилось А жарилось Потому что из шампиньонов И из болгарского перца Будет выделяться влага Поэтому на низком огне У вас продукт будет вариться А не жариться Мы сейчас добавляем Охотничьи колбаски При жарке Нужно ориентироваться на то Чтобы у вас продукты Не подгорели И имели приятный Золотистый цвет Когда у нас Охотничьи колбаски Вместе с болгарским перцем И шампиньонами Уже обжарились Мы добавляем Филе куриного бедра Далее Наши продукты уже обжарились Время забрасывать туда фитучини И заливаем сливками После того, как мы залили сливки Мы убавляем плиту на медленный огонь Долго тушить все это не нужно Нужно дождаться момента Пока сливки выпарятся И загустеют Добавляем соль по вкусу Кто-то любит соленое Кто-то любит не очень Еще раз это все дело Перемешиваем Итак, сейчас мы будем Выдавать нашу пасту Я буду выдавать ее В такую, скажем так Суповую тарелку Вы можете выдавать ее Абсолютно на любую тарелку Можно, если у вас есть дома Большая тарелка Вы можете аккуратненько Выложить в середину пасту И по краям, допустим, базиликом посыпать Далее у нас есть Копчено-вареный окорок И мы будем украшать Его не нужно обжаривать Его нужно просто тонко нарезать И украсить Ну все, наше с вами блюдо готово Можно кушать Приятного аппетита И хорошего вам вечера Друзья, мы продолжаем отмечать день блогера И сегодня у нас в гостях Вера Которая, собственно говоря, и обучает блогеров И сама тоже тикток-блогер, я так понимаю И пишет сценарий для блогеров И пишет сценарий для других блогеров В общем, сейчас все по порядку Итак, рассказывай, где у тебя блог Сколько там подписчиков И какие самые крутые видео Меня зовут Вера У меня есть свой блог в тиктоке Есть в инстаграме В тиктоке на данный момент У меня 32 тысячи подписчиков Вот, то есть Самое популярное видео Набрало где-то 4-6 миллиона Приблизительно Что было в этом видео? Там была такая небольшая Интересная история Там с трендом Да, ну знаете Такой больше романтической направленности Вот И оно достаточно неплохо залетело То есть, ну В сумме на аккаунте Где-то 2 миллиона лайков сейчас Вот, слушай Вопрос-то как раз в этом То есть Я так понимаю Тиктокеры сейчас набирают популярность То есть Какое-то видео кто-то снял Оно стало популярным И все его переснимают Под свой лад Это называется тренд А, тренд Да Мне 32 Какие тренды? Да? Да-да-да-да Это называется тренд И допустим Кто-то берет Снимает один тренд Как-то по-особенному Добавляет фишку В принципе Что я и сделала С одним из трендов И все пытаются Переснять под его звук С этой же фишкой Потому что Ого, у него залетело Я тоже хочу миллион просмотров Сделаю так же, как он Как будто я Ну, это придумала сам Это называется плагиат А не тренды Это называется тикток Это называется тренды Теперь все Это узаконено Так, хорошо Смотри, для тех Кто, возможно, не понимает Что там вы делаете В этом своем тиктоке Молодые люди Расскажи, пожалуйста Что тебе дает тикток Вот какие плюсы Какие бонусы Ладно, я начну не с денег Тикток дает Чтобы не показаться меркантильной Тикток дает В первую очередь Самовыражение Потому что я очень люблю Снимать контент Я думаю, все иногда Хотят достать Снять там стоит Что-то это красиво Смонтировать И подумать Вау, как классно выглядит Да, то есть Нам хочется самовыразиться Вот мы что-то видим Какую-то музыку И мы хотим Под эту музыку Снять какой-то Очень красивый видеоряд Который вызовет У других людей эмоции И у нас эмоции И тикток дает Эту вообще Невероятнейшую возможность И при этом Чтобы другие люди Это увидели Дали тебе отклик Ну и так сказать Заценили твое творчество Поставили лайк Надали на колокольчик Как вы там говорите Если ты умеешь Это хорошо делать Потом у тебя набирается Аудитория И ты начинаешь работать Вот Если нет времени Мне нравится Набирается аудитория И ты начинаешь работать Да-да-да До этого ты Балуешься Ты просто отдыхал Вот Также тикток Ну дает деньги Как я уже сказала То есть ты можешь Свои аккаунты вести Можешь, если не хочешь Очень долго добиваться Чужие аккаунты Начинать вести Тому, кому лень Свои вести И ты, по сути Работаешь с его мозгами А деньги платят тебе А просмотры ему Сколько может заработать Тиктокер В Кирове Давай мы Здесь Тиктокер, который Снимает Именно на свой аккаунт И продвигает Именно свой личный бренд Зависит от того, у кого он купит рекламу. То есть за просмотры вам вообще никто не заплатит. За лайки хочется. Да, мне тоже очень жаль. Я так расстроилась, когда узнала о том, что в ТикТоке нет интеграции. Ну, не интеграции, а монетизации, да. То есть ты там хоть 100 миллионов просмотров набрал, ТикТок тебе даже 5 рублей не заплатит. Зато заплатят кто? Партнеры, спонсоры, да? Да, да, да. Да, то есть если ты найдешь хорошую рекламу, будешь хорошо зарабатывать. Плохую рекламу плохо заработаешь. Можно 5 тысяч, можно 15, можно 55. То есть ты сам выставляешь этот ценник, правильно? И потом уже люди готовы или не готовы. Хочу-не хочу, да? Да, вот как ты свой труд оценил, сколько ты набрал аудиторию, столько ты и заработал. Вот так вот оказывается. Что круче, ТикТок или Инстаграм? Нельзя сравнивать. Нельзя, да? Жаль. Это почему же? Интересно. Это почему? Это нельзя. Я думаю, мы еще не поняли до конца, что такое ТикТок, потому что относительно новая соцсеть. В Инстаграме мы все знаем, что там можно продавать, там можно очень хорошо зарабатывать, и все. А в ТикТоке, ну, вроде тоже хорошие деньги, хорошие просмотры за короткий срок. И как-то еще сложно сравнить, мне кажется, это зависит от человека. Вот для меня все-таки, скорее всего, лучше не могу решить. ТикТок, наверное, раз ты там, да. Скажи, пожалуйста, ты еще обучаешь блогеров, да? Да. Есть ли у тебя какие-то юные реально дарования? Вот со скольки лет вообще можно уже отправить ребенка, чтобы он начал, может быть, не зарабатывать, но хотя бы развиваться в блогерстве? Я думаю, что начинать можно всегда, как-то ставить ребенка перед камерой, его к этому подготавливать. Но именно серьезные занятия, постоянные контент-планы, съемки, но это хотя бы лет 10-11. Вот, хотя ко мне приводили семилетних детей, и с ними, конечно, сложно, но если есть желание, все возможно, я считаю. Как это ты, сделай из нее звезду? Ну, как вам сказать, так и было. Я видел, я как-то заходил в ТикТок, я видел там какая-то девочка маленькая, у нее там куча миллионов подписчиков, что-то делает, что-то танцует, поет. Вот, 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 это как бы и грамотное продюсирование. Так, хорошо, если вдруг кто-то сейчас из родителей смотрит, можно к тебе, например, отдать его? Он обучится чему-то, или только ТикТоку, или ты еще чему-то можешь его обучить? Если ко мне отдать на личное обучение, я могу научить, в принципе, как создавать интересные сценарии, как вот это все монтировать. То есть, если ты умеешь писать, снимать и монтировать, то ты можешь Ютуб, Инстаграм, ТикТок и все еще, что дальше потом придумают. Вот, так, ну, я преподавала в школе, где есть определенная программа, у меня, конечно, есть определенная свобода, но не всегда я могу от нее отойти и сказать еще что-то, что я бы хотела, вот. Ну, школа, я так понимаю, не общеобразовательная, да, а школа блогеров. Хотелось бы, да, конечно, чтобы у нас уже было все на таком уровне общеобразовательным, но пока, да, это все локальное. Девятый А, на блогинг, ну-ка, заходим все, заходим быстро. По списанию у вас тиктокерное. Я сейчас от всех отпишусь, ну-ка, зашли. Именно так бы учительница себе была. Сдаем телефон, ну, домашнее задание, сдаем, смотрим ваши аккаунты. Ну, скажи честно, потому что многие дети думают, что я сейчас вот поразвлекаюсь, вот 5-7 минут запишу, все, у меня сразу же миллионы. Скажи, на самом деле, это насколько сложная работа и насколько сложна вообще профессия? Это, я считаю, очень сложно, но если ты такой человек, что тебе это подходит, тебе будет сложно, но ты никогда не откажешься и все равно будешь лезть кайфовать. Например, ну, у меня дети через 2 часа съемок, они уже ничего не хотят. Им уже даже самое простое видео не хочется снимать. Я хочу эти делать уроки, да. Да, да, математику, пожалуйста. Логарифмы, что, давайте, я в третьем классе, логарифмы накидывайте все равно. Только уберите от меня камеру, я больше не хочу танцевать ваши тренды. Вот так, ребят, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ребенок больше не сидел в телефонах и не снимал никакие тиктоки, не залипал, пожалуйста, 2 часа человек отучит ребенка. Просто после этого он точно решит, хочет он стать блогером или хочет он все-таки математику учить, поэтому легко проверить, как говорится, тренд. Ну что, огромное тебе спасибо, что пришла, рассказала нам, дремучим людям, ну, не всем, как говорится, в моем лице, что такое интернет, что такое тикток, соцсети, что такое блогеры. Тебе давай удачи, побольше тебе всяких разных подписчиков. Спасибо. Что там, просмотров, лайков, колокольчиков, репостов. Да. Ну, а прямо сейчас мы будем смотреть некий топ, между прочим, и собаки тоже могут быть блогерами, а сегодня отмещается День собак, поэтому мы решили найти тех самых, которые в Инстаграме, в ТикТоке, да на Ютубе даже, которые собирают очень много просмотров и лайков. Человечество переживает удивительное время. Время возможностей. Время, когда каждый день происходит что-то новое и стираются все границы. Сегодня в мире иметь многомиллионную аудиторию и признание фанатов может даже милый песик. Мы хотим вам показать трех самых популярных и успешных собак-блогеров. Третье место завоевал красавец породы Сиба-Ину. Его зовут Марутара. Его обожают целых два с половиной миллионов подписчиков. Также он известен как самый счастливый пес Марутара. Очень милый плюшевый комочек улыбака. Кстати, в хатике снималась собака именно этой породы. Вторую строчку топа занимает Мопс Дак, который начал свою карьеру с пародийных снимков. Он успел познакомиться со многими знаменитостями. На его страничку в инстаграме подписано около 4 миллионов человек. Предполагается, что он зарабатывает не меньше 500 тысяч долларов в год. Что в 10 раз больше среднегодового дохода в штатах. А при переводе в рубли получается примерно 27 миллионов рублей в год. Самой популярной собакой в инстаграм является померанский шпиц Джиппома, на которого подписано более 10 миллионов человек. Кстати говоря, пса занесли в книгу рекордов Гиннесса из-за того, как долго он умеет ходить на задних лапах. Более того, малыш снимался в клипе Крэйти Перри. Сегодня отмечаем День Блогера. И не важно, где вы общаетесь со своей аудиторией. В ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке или на Ютубе. Нам не важно. Мне интересно, может быть блогер с Одноклассников или с моего мира? А почему нет? Если у него там есть те самые тетушки, которые пишут ему комментарии. Я ICQ-блогер. Такое тоже возможно. Мы сегодня дарим вам за это подарки. И прямо сейчас будем читать ваши комментарии. Давайте, что же вы нам еще интересненького написали. Поехали, почитаем. Алексей Баринов. В первую очередь на первом месте известный шоумен, который постоянно поднимает настроение подписчикам в Инстаграм и делится смешными фотографиями и видеороликами. Юморист Михаил Галустян, Максим. А, я думал, кто Баяцкий, кто. Начал перебирать в голове Михаилов просто у меня. Круговорот Михаилов в мозгу. Вы знаете, вы можете их отмечать, если вы где-то их уже... Отмечайте у нас в комментариях, пусть тоже смотрят. Что вы их любите. Марина Ложкина, Оля Кравцова. Женский голос студии озвучки «Кубик в кубе». Такая искренняя, открытая и откровенная. И за кулиси показывает своей профессией. Вот так вот, да. Дудь, мой фаворит, он как никто умеет раскрыть личность, считает Елена Качер. Твой фаворит, Дудь? Нет. Вообще нет. Вообще ни разу. Я вообще Дудя не смотрю практически. Юлия Андреева. Мне нравится детский лектор Александр Толмачев. У него хотя бы контент не про попы, шутки, дорого-богато, а про животных и удивительные явления природы. Про попы и животных, да? Нет. Ирина Александровна, добрый вечер. Ребята, успели вспомнить Руслана Усачева? Нет, еще не успели. Еще Ян Топлис обалденно преподносит тему науки, устройства мира, человека и так далее. По алдам пошли, Ютуба, по старичкам. Анна Солодянкина, больше всех смотрю и люблю, я извиняюсь сейчас. Давай я прочитаю. Брайан Мэпс. Брайан Мэпс. Он снимает без целой команды, один с душой. А о чем его блог, расскажи нам. Ну, сначала он снимал скетчи различные, потом он начал снимать мини-фильмы, а сейчас не знаю, что он снимает. Денис Чужой, рекомендую к просмотру, Николай Захарченко нам расскажет. Ну, это, скорее всего, стендапер. Знаю Николая, Николай смотрит все, что связано со стендапом. Вы пишите, нам немножко раскрывайте, за что вы их любите и так далее. Да, Денис Чужой, Олег свой. Что, кого смотреть? Нина Дрябина, восхищаю смелости знакомых блогеров. Вот так вот. Это, видимо, как раз только что у нас была в гостях девушка Вера, которая знакомая. Друзья, а вот я, знаете, что вспомнила, что удивительные же моменты есть. У нас Настя Ивлеева, блогер тоже. Сначала тоже была ведущей, потом стала блогером. Кстати, она сейчас целую плеяду блогеров, и у нее сейчас сериал блогеры и дороги. Я просто вспомнила, что я хотела недавно посмотреть новую серию, вот она вышла. Вот, поэтому я вспомнила. Садись, и что, Алена у нас уже блогер. Так что скоро. Микроблогер. В один ряд с Ильвеевой станет. Да ну, да ну, да ну. Начнет встречаться с чуваком, у которого белые зрачки. Между прочим, там говорят, что у них уже раз... Ну вот, видишь, он освободился. Распад некий произошел. Не знаю, правда или нет. Вот так вот. Расскажите, кто-то, может быть, в курсе. Марина Погодина, добрый вечер. По воле судьбы, мой родственник, видеоблогер, это Дмитрий Ларин Уткин. Приходится смириться его родителям с его увлечением. По-родственному смотрим на его главное, кому-то нравится. А вот это обычно, да? Кстати, я знаете, что... А где Дремми у нас? Мы хотим его поздравить. Надеюсь, он снимает что-то, раз он нас не смотрит. Раз день блогера, а его нет. Дремми, поздравляем тебя. Вдруг ты нас смотришь, но написать не можешь. Да. И, друзья, вот это же сначала, да, как на блогера смотрят в семье. О, да, он у нас блогер. Не обращайте внимания, знаете. Все нормально, он блогер. Он блогер. Да, а потом, когда уже человек, во-первых, приносит первые деньги, и новых подписчиков всей причем семьи, когда его узнают, то, конечно же, уже по-другому. Ну, кроме семьи миллионеров. В семье миллионеров, а он блогер. Он деньги приносит, он блогер. Я не обращаю внимания. Так что, друзья, возможно, поддержите увлечение. Почему нет? Если у ребенка это нравится, если он действительно это делает с душой. Поддержите его. Кто знает, потом во что это выльется. Вот мне всегда. А потом он вам купит богатую машину и дом. Вы такие, вот, не зря поддерживала. Это точно. Это точно. Так что пишите своих любимых блогеров. Мы обязательно это все прочитаем. Вам подарим сегодня классные подарки. У нас есть целых два сертификата. Да. И в караоке-бар, друзья, можно отправиться и отдохнуть, расслабиться. В бассейн. В караоке-бар отправиться и отдохнуть, расслабиться. Слушай, я придумал блог. Локальная блогер. Да, ты говоришь текст, а я его пою. Хорошо, интересно, а что ты скажешь на то, что у нас сегодня в гостях еще один интересный человек, которому, кстати, можно задавать вопросы, потому что он точно не убежит снимать ТикТоки, как наша девушка-блогер. Да, останется с нами и расскажет вам много всего интересного. Кто же у нас в гостях сегодня, вы узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии руководитель детского центра на базе Вятского ГАТУ Никита Рачеев. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. Никита уже в нашей студии. Доброго вечера. И мне кажется, что у любого блогера, даже у детского, должна быть какая-то тематика. Поэтому надо чему-то сначала научиться, нежели что-то транслировать. Поэтому, Никита, как раз так понимаю, что вы развиваете детей по разным направлениям. Ну да, действительно, у нас в нашем центре в том числе проводились занятия по лаборатории видеоблогинга. Но, если честно, я только пришел работать, это вот тогда еще была Серхозакадемия, до того, как мы стали университетом, для меня лично очень плохо стыковалось. Лаборатория видеоблогера и Серхозакадемия. В моем сознании долго не было... Серхозвлогер, сейчас я вам расскажу про наш. Да, да, но уже сейчас, когда набирает все больше популярность агротуризм, ну и в целом, сейчас, когда у нас там идут даже направления, скажем, по йоге, меня это совершенно не смущает, что вот в агровузе у нас идет йога, все супер. Но пока вот блогинг у нас вот не идет, надо развивать это направление, мне кажется. Но зато у вас идут другие направления, и очень интересно. Если можно, я вот просто зачитаю, что тут очень интересно. То есть биомир, между прочим, можно обучиться. Что это такое от шести лет? Что это такое? Что за биомир? Ну, биомир — это у нас такая собирательная программа для ребят, начиная от пяти и даже, пожалуй, до двенадцати лет, которая уже у нас действует, этот кружок в свое время назывался микромир. Предошел некую такую трансформацию, эволюцию. Дети учатся там уже, вот есть те, кто обучается шестой год подряд, поэтому вырастают прямо с нами на глазах с нашей, скажем так, в некоторое время заведующей кафедрой зоогигиены, физиологии, биохимии. То есть основное наше, я думаю, такое ключевое преимущество и фишка в том, что ведут занятия профессора, доктора наук, кандидата наук. А чего? А чем обучают? В биологии? Вот есть те дети, которые приходят во двор, нашли жука, личинку, принесли до мной, показали, какая классная палка, какой классный жук, смотри. Как про меня прям. Да, да, вот мама в шоке, отец думает, лучше бы его на карателе еще куда, а ребенка тянет, ну, чуть не сказал, где-то к земле, в правильном смысле этого слова, к агротуризму, к биологии, к сельскому хозяйству, к селекции, к работе с животными в том числе, ну, с флорой, фауной, там, экология и охотоведение в том числе. Поэтому ребята вырастают, занимаются, и главное оружие у них это микроскоп, и все, что они смогут найти из царства и уже природы, тащатся туда. Начиная с того, что, пожалуй, простые школьные опыты с луком, заканчивая что-то серьезное, это клетки животных, растений, грибов и прочее. Только до 12, я сейчас сам сходю. Ну, для тех, кто постарше, есть и другие направления, в частности, вот для ребят, кто уже старается определиться с профессией, мы с прошлого года пробировали очень хороший у нас был курс, называется Ветлаб, когда ребята от 15 до 18 лет могут споровывать себя в сфере ветеринарной практики, могут позаниматься, изучить такие дисциплины в рамках, вот как наши студенты, с теми же преподавателями, кстати говоря, изучить анатомию, морфологию сельхозяйственных животных, изучить физиологию человека и животных, микробиологию, вирусологию и обязательно пройти практический курс по посещению экскурсий, в частности, это наша конюшня, лаборатория коневодства, это частные клиники города Кирова, где работают с мелкими домашними животными. Ну, разумеется, наш большой музейный выставочный комплекс, где у нас представлены чучела диких зверей, где представлены у нас патологоанатомические музеи, то есть, по сути, такая вот наша небольшая вятская кунсткамера, как петербургская, но и с животным, там, котята двуголовые и прочие вот такие вот неэфирные вещи. Ну да. Давайте от этого перейдем. Вот есть еще один направление, это спид-кубинг, скоростная сборка кубика Рубика. Тоже у вас? Тоже у нас. Это направление такое, скорее, техническое. В прошлом году мы запустили, ну, пожалуй, единственную в области, такую крупную официальную серьезную школу спид-кубинга, это скоростная сборка кубика Рубика, курс у нас длится всего 4 месяца, но дети так прикипели друг другу, туда приходят такие заряженные. Те, кто уже умеет собирать кубик-тройку, они говорят, я хочу собирать пирамидку, я хочу собирать, я даже слов таких не знал, в общем, 16 на 16, какие-то объемные. Такие есть? Да. Есть зеркальные, есть те кубы, которые отличаются не просто по цветам, а по геометрии, он полноцветный, но форма каждой ячейки, каждого этого кубика маленького отличается, из-за этого он получается такой вот мир, они называются чаще. Поэтому в этом году мы даже этот курс усовершенствовали, называли его просто клуб головоломок, туда добавились еще и скоростную сборку спортивных стаканов тренировочных, может, видели видео в интернете. То есть удивительно, на самом деле, такая серьезная спортивная дисциплина, наши ребята даже устанавливали в том числе мировые рекорды и занимали вот в топ-5 по, не только по России, но среди своего возраста, по всему миру. Ваши? Наши ребята. Кировские? Кировские ребята. Которые у вас 4 месяца занимались? Да, да. Вот серьезно? Да, пожалуй, 8-9 секунд для возраста у нас была девочка Ирина Редькина. Если смотрит, мы ее поздравляем, она большая молодец. Давайте мы ее потом как-нибудь позовем к нам, чтобы она прям показала. Да, она очень хорошо собирает все. Я просто, мы в школе как-то увлеклись кубиком Рубика, нам дали какие-то формулы, чтобы, там есть формулы, чтобы его собрать, я ни разу в жизни не собрал кубик Рубика до конца. Ну, на самом деле, карта что? Ну, что-то легкое, какая-то головоломка продается в картом киоске, на вокзале, чтобы ребенок сидел, был занят. Если быть честным, даже сотрудники университета нашего агротехнологического заинтересовывались, говорят, а можно мы будем ходить вместе с детьми, потому что мозг реально находится на кончиках пальцев. И крутить кубик Рубика, это не только развитие логики и пространственного мышления, еще и мозга. Поэтому есть сложные техники, есть метод Джессики Фридрих, отдельно сложный, есть послойная сборка. Поэтому это, на самом деле, целая нока, если в это углубляться, идти на чемпионаты, можно предоставлять конкуренцию нашим, скажем так, азиатским партнерам. Вот так. Это да. Чего только нет, тоже уже сказали и баскетбол, и карате, и ветлап, мы уже обсудили, бизнес-курс максимум, подготовка к ЕГЭ. Это все у вас, друзья. Поэтому вы можете задать абсолютно любой вопрос, например, куда отправить ребенка, потому что сейчас как раз это актуально. А когда у вас, кстати, последние недоприемы? Вообще мы работаем по системе ПФДО, то есть мы принимаем специальные сертификаты, которые позволяют любому родителю получить такой сертификат на своего ребенка. Ребенок должен быть в возрасте от 5 и до полных 17 лет должен быть в возрасте. Этот сертификат позволяет полностью либо частично оплачивать участие в таких курсах. Поэтому если ориентировать по стоимости, это около 300-400 рублей в месяц за 8 настоящих полуторачасовых, как у настоящего студента занятий. А по срокам запись, конечно, начинается, как и у всех, с 1 сентября, потому что именно 1 сентября вот эти сертификаты будут иметь какой-то номинал, какую-то стоимость. Но пока мы собираем предыдущие заявки, всегда консультируем родителей по телефону о том, куда лучше пойти, какой уровень робототехники подсказать, если он меня увлекается, мы уже ходили вот туда, нам так нравится собирать роботов и так далее, и так далее. Стараемся... У вас-то робототехника есть? Ну, конечно, да. То есть у нас суммарно более 20 направлений, обо всем мы не сказать. Мы только в этом году мы нарастили, ну, получается, в два раза количество направлений. Было около 10, становится 20 с небольшим. Мы добавили большой спортивный блок, это и самбо, это и бокс. То есть тут мы заметили просто такую особенность. Сначала у нас исторически сложилась. В основном техническая специальность, немножко биологии, вот биомир был. Но это не то... Мы не вправе ограничивать ребенка в выборе. Агрополис, вот там наш центр, само слово полис, это город, это город возможностей. Мы не можем ребенку, которому хочется заниматься, допустим, рисованием, запретить заниматься рисованием. Мы закупаем альберты и делаем класс для рисования. Вот так это работает. Супер. Вопросы есть, можно я уже начну их задавать. Например, Ирина Тетенькина пишет, «Вы большие молодцы, спасибо вам». Еще вопрос. Планируется ли направление по 3D-моделированию на 3D-принтере? Может, будут клетки печатать животным и пересаживать? Вот такой вопрос. Я не помню, кто у нас занимался, но я точно знаю, что это наши родители. Очень приятно, что смотрят, значит, заметили. Действительно, мы в этом году открываем 3D-моделирование. Отдельно будет у нас большой курс по этому. Почему моделировать? Собираемся на платформе Maya, на платформе Blender. Это программирование, чтобы понимали люди. Да, твердотельные модели, добавлять им физику, разрушаемость. Именно в 3D-среде, не только 2D, как обычно делается на сайт живописи или рисунке. И дополнительно у нас есть мощности по 3D-печати. Есть 3D-ручки, которые позволяют… Ну, 3D-ручки просто попрактиковаться, допустим, в рисовании 3D-объектов в принципе. И есть 3D-принтер, на котором мы можем распечатать, так скажем, первые модельки 3D-фигуры. У нас был такой опыт. Я когда пришел работать в 2019 году, мы уже печатали по ходу курса 3D-моделирования шахматные фигуры, брелки детям. То есть они всегда носили какие-то с собой подарки, которые сами смастерили, показывали их своими родителями. Это очень здорово. Круто, давайте дальше. Супер. Что в вашем центре больше всего нравится деткам, спрашивает Софья Новикова. Есть какой-то курс? Самый популярный курс. Популярный, куда всегда… Ну, мне кажется, что вот именно по итогам текущей вот предварительной заявочной кампании наиболее популярным у нас является наш кружок «Биомир», потому что он говорит сам за себя. Ну, обычные родители говорят, ну вот что-то нам нравится из биологии. «О, «Биомир» — это то, что я хотел». Поэтому сейчас уже, наконец, у нас было около 70 заявок. Мы уже не знаем, как держать нашего прекрасного преподавателя. Сколько часов в сутки нам не хватает, потому что у нас прекрасные педагоги работают в нашем университете, в медицинском университете, ведут пару студентов. И даже в субботу готовы выходить, и вечерами в будни, чтобы у детей было прекрасное детство и пространство для развития. Вот так вот. «Биомир». Хорошо. «Ка «Биомир». Михаил Гвоздков, как подготовить ребенка к детскому центру, если он впервые остается без маминых ручек. Ну, то есть, например, малыши. Я не думаю, что ребенка нужно как-то готовить. То есть, ну, условно, если ребенок хочет научиться кататься на велосипеде, вы его не сможете подготовить никак лучше морально, чем вместе с ним пройдете начало, начиная вот с этими дополнительными колесиками и прочее. Поэтому мы абсолютно не препятствуем, и я думаю, что такая практика есть в других центрах, присутствие родителей на занятиях, которые могут увидеть процесс, все ли проходит. Ну, пожалуй, сейчас в условиях вот этих пандемических условиях это, конечно, бывает затруднено, но мы всегда стараемся идти навстречу. То есть, родители имеют полный доступ, по крайней мере, все выходные мы вкладываем в фотоотчеты, родители видят, что происходит с ребенком. Вот буквально сейчас у нас проходил летний лагерь, тоже ежедневные фотоотчеты, больше тысячи фотографий у нас уходило в родительские чаты и отдельная ссылка на Google Диск и прочее. Поэтому либо очное присутствие, либо онлайн-трансляция, либо фотографии по итогам занятий. Просто не переживаем. Спрашивают еще, Алексей Баринов, как быстро адаптироваться ребенку в этом направлении и побить отрицательные эмоции? Ну, знаете, да, иногда тяжело учиться бывает, первое время особенно. Как адаптироваться? Честно говоря, я еще не видел тех детей, которым было бы тяжело учиться. Есть, во-первых, нужно понимать, что дети, они как губки готовы впитывать абсолютно все. И наша задача, как педагогов, там, у кого-то методистов, администрации этого центра, поддержать детское любопытство и при помощи правильных педагогических техник это любопытство развить в любознательность, осознанную взрослую любознательность. Поэтому дело зависит все и от педагога, и от тех предпосылок, какие уже заложены в ребенке. Если условно мы говорим, что у нас есть фиалка с семечком, мы не можем ее выращивать как розу. То есть это моменты по профориентации ранее тоже стараемся закладывать и давать консультацию родителям, что, возможно, вам стоит попробовать себя в другом направлении. Но всегда, конечно, право выбора остается за родителем. Хорошо. Методики. Какие методики есть в вашем центре? Раскрываете вы? Ну, конечно, раскрываем. Опять же, могу сказать, что индивидуальный педагогический стиль есть у каждого преподавателя, потому что многие, пожалуй, бывают бояться, что он же профессор, это же доктор, ну, кандидат наук, он ведется с студентами, с медиками, он не справится с нашими малышариками. Но, как правило, показывает практика, у каждого педагога есть не только что свой стиль, свой темперамент, характер, способность, если с ребенком тоже самое, да, подход. Вот. И те же самые методики. Из тех, что использовал я в работе с детьми, используют наши педагоги, это зачастую ротация станций, когда одновременно бывает тяжело в течение полутора часов заниматься одной деятельностью, поэтому, вот, если говорить про клуб головоломок, отдельно собираем металлические головоломки на логику, работаем порой где-то даже технически, развиваем физическую моторику, мелкие действия. А там раз переключаемся. Раз переключаемся, сейчас переходим, у нас соревнования, работаем в парах, делаем кубики рубика. Ребенок не успевает скучать, если работать на занятиях по рисованию, например, есть такой, я скажу, карта квадрат, начинаем рисовать графикой и мелками, заканчиваем рисовать фломастерами или, допустим, за мольбертами. Это помогает выдержать паузу, ребенок так не заскучает, и проходит все гладко, прекрасно. Таля Савиных, Никита, вы классный, видно, что вы очень увлечены и нашли свое дело. Удачи вам и новых интересных идей. Спасибо за информацию, очень интересно и полезно. Пожалуй, придем к вам на занятия. Есть ли пробные? Насчет пробных. Мы такую практику, конечно, вводили. Идем навстречу. Пробные занятия у нас возможны даже либо по себестоимости занятия, либо в формате бесплатного. Но, как правило, родителям даже бывает удобнее себя перестраховать, занять себе место путем самостоятельной записи через этот портал. У себя дома клик, все, заявку подали, место с ним зарезервировано. Сходили на одно занятие, но мы заявку отклоняем, не понравилось, допустим, и все. Но в случае, если место не зарезервировать, пожалуй, были такие случаи печальные, когда все так понравилось, но место захватили другие родители. Потому что у нас с этой системой в принципе у всех работает все как ЖД-касса. То есть мы тут билеты не выдаем, и они в открытом доступе. Пожалуйста, разбирайте. Поэтому пробные занятия, да. То есть звоните, все расскажем, подскажем, как это правильно сделать. Все, отлично. И легче, чем на госуслугах, скорее всего. С этим можно поспорить. Многие могут с этим не согласиться, но мы тут по телефону. Вы поможете. Со всеми тонкостями. Замечательно. Ну что, друзья, прямо сейчас мы узнаем, какие фильмы можно на этой неделе посмотреть на нашем телеканале, а сразу после вернемся и продолжим еще общение. Каминья Джеймса Гриффитса «Танцуй отсюда». Чтобы завоевать сердце прекрасной начальницы, одному в меру упитанному мужчине предстоит растрясти свои таланты в соревновании на самый зажигательный танец. Однако у него есть соперник, который не постесняется опуститься до очень грязных приемов. Ричард Лонгрейн представляет мелодраму «Мой единственный». Эн Девер живет в Нью-Йорке со своим мужем-музыкантом Дэнни, их сыном Джорджем и своим старшим сыном от первого брака Робби. Однажды Энн уличает своего мужа в измене. Вместе с сыновьями она отправляется через все штаты в поисках лучшей жизни и нового мужа, который бы обеспечил ей и ее детям безбедную жизнь. Комедия Кристиана Диттера с любовью Рози. Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства и теперь по окончании школы собираются вместе продолжить учебу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнает, что у нее будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности. Документальный фильм «Бэнкси. Рассвет нелегального искусства». Рассказ о самом знаменитом уличном художнике в мире. Его политическое искусство и провокации оскорбляли истеблишмент и повлияли на новое революционное движение в то время, как его личность оставалась покрытой тайной. Есть еще один вопрос к нашему гостю про детский центр. Оборудован ли ваш центр противопожарной безопасностью, спрашивает Федор Смирнов. Какие меры для безопасности детей и родителей вы еще предпринимаете? Ну, здесь, я думаю, скорее… Ну, вообще вопрос хороший. Если честно, мне кажется, стоит говорить не в целом, о нашем центре. Мы являемся подразделением агротехнологического университета, и здесь нужно говорить о полной безопасности университета, который мы обновили, начиная, пожалуй, с начала 2021 года. Это полностью обновлена система видеонаблюдения, внутри корпусов учебных аудиторий. Это полная смена по контракту пожарной, техники пожарной безопасности, сирен, так что регулярно у нас ходит проверка, и даже пока шел учебный лагерь, мы специально проводили занятия для детьми по пожарной безопасности. У нас были огнетушители, которые мы проверили. Каждый ребенок смог выдернуть чеку, посмотреть, как все нажимается, пробуется. Как правильно держать его. Мы держать, конечно, не давали, там отдача бывает серьезная, поэтому приезжали к асфальту, нажали на улицу, дети таком были в восторге. Поэтому, ну и разумеется, из условий пандемии это в первую очередь это масочный режим, но не для детей, для педагогов, в частности, для родителей, которые посещают наш центр, в целом университет, бесконтактная термометрия на входе. Поэтому здесь основные меры безопасности по рекомендациям санопиднодзора. За это переживать точно вам не стоит. Ну что, друзья, прямо сейчас будем подводить итоги. И как раз за вопрос про безопасность, Никита выбрал именно этот вопрос, Федор Смирнов у нас получает сертификат в караоке отправиться, а Нина Дрямина у нас... Которая сегодня отмечает не только день блогера, но и день лени. Мы вам дарим вот этот сертификат, будете отдыхать в бассейне. Вот так вот. Ну что, Никита, вам, конечно же, успехов в вашем деле. Направлений много, все их нужно, безусловно, развивать. Вы можете записаться. И новых направлений вам еще. Еще больше, больше и больше. С большой радостью будем развиваться, справляться, если в этом есть отклик, если в этом есть нужда. Когда ты работаешь и видишь в этом большой созидательный какой-то отклик, пользу, ты готов оставаться в субботу вечером, в воскресенье ночью. Это то, ради чего стоит жить и работать, я считаю. Мы вас прекрасно понимаем. Поэтому, друзья, записывайтесь к увлеченным людям, и ваши дети тоже будут обязательно увлечены тем, что им по душе. С вами сегодня были мы, Максим Кропотов. И Алена Милина. Сразу после нас на Девятка ТВ. Девятка рекомендует, друзья, мы будем в прямом эфире говорить о стиле, между прочим, о мужском стиле со стилистом, поэтому не переключайтесь. Ну а в 19.30 выпуск Омай Гат. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»